доброе утро всем мы тут освежаем газон и ромашки и сейчас пойду дорывать петрушку вообще афонька уже уехал садик у нас 6 7 утра 7 05 садик 7 утра красота вот так вот можно колечко круто это маленькая больше наверно подойдет да так сюда класс вы так носили в детстве я да проблема тут у нас было с кольцами понимаете в общем жду когда распустятся все ромашки и гвоздичка тоже уже распустилась мы уже навязали петрушки мы проснулись но я даже глаза открыла раньше чем в 6 часов то есть пять там чем-то было 5 30 и вот почти 6 то есть пока вакуум стаканчик воды с медом и потом вязать петрушку скоро завтракать кто-то нет это ну бабушка да это марго напекла пирожочков ну вот этот пирожочек маргошин так что можно завтракать очень даже нормальный скажи сама вот правда самый маленький среди ну ставьте тогда мисочку сейчас будем завтракать как лет и будут попуще на завтрак будут пирожки а я себе хочу приготовить овся на блин здесь у меня 40 грамм овсянки геркулеса залитый кипятком здесь немного молока и два яйца сейчас я это все взбиваю и потом вот это вот все соединю вот здесь у меня вот такой вот рецепт так что попробую сейчас это все запарится и будем готовить ну что вот что у меня получилось овсяна блин превратился в яичницу с овсянкой но реально это как будто яичница с овсянкой поэтому я решила просто все перемешать и порезала себе зелень овощи овощи так ну что могу сказать по поводу овсяна блина очень даже неплохо так что хотел сказать в общем что овсяна блин мне очень даже понравился я его не солила не перчила потому что не знала с чем я его буду есть с малиной или с овощами поэтому делала его вообще пресным и надо все таки было налить на сковородку масло чтобы там прям был блинчик потому что идеально сковородки антипригарные у меня нет вот и поэтому я его вот когда перемешала все добавила соус и очень даже вкусно было помидоры огурцы овсяна блин вернее у меня как это овсяна яичница получилась приехала к нам зоечка и в новой панамочке иди я покажу какой там рисуночек иди ко мне где ты взяла такую панамочку расскажи мамочка пошила и ты согласна ее носить да или нет красавица и прическу делать не надо да зай в панамке не надо делать прическу есть тогда отлично мамочка сделала и прическу понятно а мы сегодня укропчик ты куда до мальчишек я до мальчишек Заюня уже малину ест зоечка иди сюда скорее смотри сколько я тут нашла зоя смотри тут кустик наверное упал да глянь сколько здесь вообще да обалдеть какая у тебя шапка бабушка бабушка а почему у меня такие большие уши да чтобы лучше тебя что слышать да бабушка бабушка почему у тебя такие большие глаза чтобы тебя лучше видеть да бабушка бабушка а почему у тебя такие большие зубы чтоб я уснуть я пришла пучок укропа дорвать и будет четыреста штук сейчас 399 пучков мы его срезаем лопаткой корешок маленькой лопаткой саперской такой и сейчас в общем то свяжу из этого всего пучочек ага еще немножечко в общем вот так вот и работаем капельку вот как раз парочка все пошло сейчас свяжу идем проверять гриш ну ты уже оделся не надо за зайду коты пожалуйста своими штанишками не проверять да наконец-то хоть дедушка увидит хорошо ага прилип нормальный нормальный цвет афон держись дакай ветер у нас конечно подожди еще раз томат перед зеленушка и все это ну да и перец острый да все красиво да будем пробовать мальчишки играет мы же гриша с каратэ забрали и папа сейчас это трудно да гриш переоденься и будете делать что там цепь слетает ну да я буду готовить пряники мне поставил заказ на человека паука это тоже наш один из любимых персонажей вот так что сейчас у нас будет пряники с человеком пауком я в обед уже нашла картинки все подготовила все формочки будем творить нашла вот такой вот картинку естественно сейчас на черно-белая вот три пряника будет на шесть лет я их буду делать в перевернутом состоянии для того чтобы потом печатать вот эту картинку уже на изнаночной стороне которая более ровная чем лицевая сторона пряника все подготовила для того чтобы вырезать формы из подготовленных шаблончиков мука обязательно чтобы просил присыпать поверхность тестом его я достала немного заранее для того чтобы хорошо помять чтобы и обратная лицевая сторона были идеальными это хорошо помятое тесто помятая звучит конечно круто скалка которая просто супер пупер заказывала на алиэкспресс вообще кому понравилось 700 рублей по уму стоило но она того стоит особенно вот если нужна ровная одинаковая длин высота пряников вот прям супер с ограничителями сами шаблоны так еще не достала противень еще не достала тефлоновый коврик такой вот тефлоновый коврик и включенная духовка 200 градусов 10 минут вернее 180 вырезано все формочки перевернуты шиворот на выворот и обязательно так как это топперы для торта они будут вставляться в них будет вставляться палочка я делаю их так чтобы потом когда достану противень переложу его на стол и чтобы все пряники были расположены краю то есть не вот сюда вот завернуты чтобы палочку было неудобно воткнуть а именно вот так вот краю и сюда я буду втыкать палочку сюда соответственно тоже и вот этот человек паук вот ставят в ноги буду ему вставлять палочку вот такие вот пряники же с палочками потому что все это нужно быстренько доставать и сразу же вставлять в горячий пряник палочку вот теперь вот ждать когда все остынет сейчас будем готовить айсинг это у меня один белок и примерно 150 грамм сахарной пудры которую нужно обязательно просеять это важное условие для айсинга пряники залила подсушила их в духовке потому что что-то с моей овощи сушилка не то будем ремонтировать в общем хочу показать что они блестят вот если пряники сохнут не на открытом воздухе то они вот так вот блестят ну вот на цветном это видно лучше то есть на белом не особо этот блеск виден но вот цветные блестят супер